Музыка Так, друзья, не могу остановиться, хоть мне это обходится недёшево, но это был монтаж моих фильмов, но пока продолжаю. Бесконечная война, причём я воюю с ветряными мельницами. Знаете, что такое выражение ветряные мельницы. Видите, это мои соседи, хуторяне, жгут траву. Собрали её всю и жгут. Конечно, ещё сейчас действует правило 50 тысяч за костёр. Ну, может не бояться этого, может быть. Но, тем не менее, идёт страшная работа. Сейчас я вам покажу свой сад. Ну, то есть, поняли, что я бы, если бы не увидел вот эту картинку, вот этот вот костёр, да? Вот. Хорошо горит. Ой, как хорошо. Знаете почему? У нас засуха дикая. Дождей практически не было ни весной, ни летом. И чуть-чуть-чуть осенью. Вот. А суток прекрасно горит. Может, когда-то полыхнёт так, что сгорит. И я в двух пожарах участвовал в хуторе. Причём была на грани нестяжения целой улицы хуторской. Вот. А здесь, пожалуйста, жгём. Ладно. Грустная тема, но я её продолжу сейчас в своём саду. Вот. Вот это вот абрикосовая часть. Вот. Им немало лет. Они не молоды. Наверное, им уже где-то за 25, скажем так. Вот. 25 плюс, как сейчас принято говорить. Они изгородованы морозами. Изгородованы мною. Знаете, была надежда какая. А вот, видите, пень, да, ветка отрезана. Она отрезана была для того, чтобы вот эти ветки дали приросты. И их можно было срезать и использовать черенки для будущего поколения. Вот на этой так же. Вот на этой так же. Вот. На этой так же. Тут, кстати, огромная ветка рухнула. Вот. Но молодёжь не появилась. Хотя должна была. Особый год. Дичайшая засуха. Вот. И зная, что это впереди, я уверен, что здесь есть связь каждого дерева с небом. То есть, урожай был настолько огромный, что и сейчас здесь десятки тысяч косточек лежит от того урожая. Я показывал много фильмов. Я не болту. Я сейчас могу показать вам, сколько тут осталось нетронутого. Вот. Всё это усеяно костями. А, видимо, эти деревья знали ещё годом раньше. Почему? Пришла весна. Огромное цветение. Всё бело. Лето. Огромное количество плодов невиданное. Пусть мелких. Измельчавших в два три раза. Но урожай был такой, как обычно пять урожая. И прироста не дало. Видите. То есть, каждая ветка, которая должна была стать обыкновенной ростовой, прирост последнего года, она стала какой? Плодовой. Всё, видите. И на следующий год плоды заложила. Скорее всего, деревья надорвались от дикого урожая. Скорее всего, придёт май. Ударит во время цветения мороз. И, скорее всего, так и будет. Это будет считаться спасением деревьев. Вот тогда, возможно, дадут приросты. Но, ещё раз посмотрим. Вон туда. Отсюда, правда, хуже видно. Вон он костёр. А вот там горит плодородие почвы. Вот это плодородие, вот оно, ребята. Вот оно, вот оно. Вот. В этом году листьев три раза меньше, чем в прошлом году. В прошлом году у меня есть фотографии. Толстый-толстый слой листьев. Видите, они уже упали. Все на земле. Но их проплешины, их мало относительно. Да, чтоб я не болтун про косточки. Смотрите внимательно. Видно, нет? С какой густотой. Видно? Посмотрите. Я же их не собирал кучку. Вот с такой густотой на сотнях квадратных метров. Это несмотря на то, что я собрал сто пятьдесят трёхлитровых банок косточек. Вот. Причём там их много, потому что они достаточно мелкие в этом году. И вот в этом году дефицит листьев был на деревьях. Вот. Так сложилось, всё пошло. Вот. Есть прямая зависимость между площадью листьев и урожаем. Количеством, допустим, в килограммах или штуках. Но это не за один год. Это в среднем. У дерева есть запасы питательных веществ. И они эти запасы расходуют. Здесь расходовали все запасы. Дальше мы все чужай. Хотя листьев было в три раза меньше. Через эти деревья проглядывало небо. Хотя обычно этого не происходило. Вот. Страшное количество. Годом двумя-тремя раньше. Потому что листья это плодородие почвы. И тем более в этом году их мало. И их надо к ним относиться с огромным уважением. Ещё раз, ребят. Это не мусор. Это всё должно вернуться после переработки самой природы. Всё это должно вернуться обратно в деревья. И стать новыми листьями, потом новым урожаем. Вот это важно. Никаких граблей. Никаких поджогов. Никаких костров. Вот это мы должны знать как отче наш. Это надо чуть ли не с детского сада проходить. Вот. Я вчера на вебинаре. Вчера был 24-й. Вебинар мой был, да? И я там рассказывал и показывал вот эту страшную вещь. То, на что обрекли наше садоводство. Вот. Страшнейшая вещь. Уничтожение почвы, червей, грибов. Всей подземной инфраструктуры. Вот. Только потому, что кому-то статью надо написать. Ведь если написать не трожь, на этом даже одной строчкой не получается. А тут целые статьи, статьи. Просмотров сотни тысяч. Вот. Сотни тысяч. Куда? Что вы творите? Специалисты. Вот. Просто для того, чтобы придумать, чтобы что-то написать. Ведь уже монетизацию отменили в этом самом. Вот. За эти, за просмотры, за количество просмотров. Отменили ее. Ну, к чертовой матери ведь все равно не могут остановиться. Ставьте лайки. И везде такой визг. Такой доброжелательный. Такой благодарный за то, что людей научили убивать плодородие почвы. Обрекли людей на страшное испытание. Ведь когда мы смотрим рекламу какого-то средства от радикулита или хондроза. Обязательно показывают человека, который лопатой стрелит посреди сада. Ой, наклонился, выпрямиться не может. Ведь это правда. Кстати, я в тот раз забыл сказать. Фильм-то снимал. Когда приезжали ученые люди ко мне. Вот. И вот тут показывают. Кому-то кто-то мне клонит. Да уже Абрикос погиб. Да? Погиб. Дерево разорвало на части. И у меня есть фотографии, есть фильмы. Когда здесь огромные ветки лежали. Да, погиб. Вот. Но погиб от урожая. Несовместимость именно этого урожая была с крепостью дерева. Вот. Ну а я люблю рассказывать чуть ли не сказал сказки. Видите форма какая-то. Вот. Да, оно было живое. Ее разорвало. Ну а то, что здесь вот такая вот язва справа. Вот. Это. Что это за язва? А это повсеместно. Везде, где мы отрезаем вот такие ветки. Подвоины. Они считаются не нужны. Вот. Отрежешь. И уже через эти раны туда проникает и мороз. Вот. И мертвецина. А за ними грибы. Теперь догадайтесь, почему я не стал срезать эти две ветки. Вот. Да. Это манжутский абрикос. Но он пожил на культурном. И я надеюсь на то, что здесь плоды. Я все добиваюсь плоды, чтобы были уже не 10-20 грамм. А 40-50. И у меня есть отдельные успехи. Посмотрите на это дерево. Но я уже все подряд говорю. Это дерево рекордсмен. Вот. Здесь зафиксирован самый. У меня этот. Именно. Были и крупные. Но которые удалось зафиксировать. У меня есть фотография. Где у меня на лудонях. Огромные абрикосы. Ну там грамм 130. Но без этого. Без этого. Без весов. А на весах у меня есть 103 грамм. 108. 118 грамм. И вот это дерево у меня. Самый абрикос. Крупноплодная из всех. И вот что интересно. Вот. Видите. Пень. Это и был крупноплодный. И вот эта вот его линия. Вот эта вот. Это тоже крупноплодная ветка. А вот эти две. Слева и справа. Это дикие. Я их не стал отрезать. Почему? Объясняю. Ну в этом году не повезло. Это тот же самый принцип. Она не дала. Приросты. Вот. О нет. Я вот чуть не обманул. Маленько есть. И вот эти ветки. Да. Им. Подвойным веткам. Немножко где-то передается культурность от того. И у меня есть каталоги, когда я буду продавать вам ветки абрикосов. Вот. И уже по 200 рублей. И даже вот это якобы вот. Это же подвойная ветка. Вот она. Вот она. Вот. И эта ветка тоже будет 200 рублей стоить. У них своя особая ценность. Вот. Напитались культурных генов. Вот от того. Средняя ветка культурная. Пень культурный. А вот эти по краям это манчжурцы. И вот если я эту веточку вам продам. Здесь есть шанс, что будет 30-40 граммов манчжурцы. А это тоже рекорды чуть ли не мировые. Это тоже интересно. Это для испытателей. Для тех, кто вырастет ветки. У него появятся такие клоны, которых нет ни у кого. Принцип такой. Одно дерево на всю планету. Вот. Пусть 30-40. И то еще это только надежда, что 30-40. Посмотрим. Но это для особых людей. Вот если я добивался до 120-130 грамм. А такие уже есть у моих учеников. 120-130 грамм плоды. Да. Вот. У учеников уже есть. То это именно линия манчжурцевых абрикосов. 30-40 грамм. Это будут рекорды. Ну, кто-то утверждает, что уже получил 50 из моих этих. Вот. Непривитых сеянцев. Ну, как говорится. Вот я, видите. Я все время стараюсь, чтобы застолбить, задокументализировать. Потому что вот этот вот. Я один раз рассказывал про него с огромным уважением. Одна из моих удач. Да. На манчжуре спривита жердель из Украины. Да, мелкие. Но, правда, все считают, что вкусные. Кроме меня только. Вот. Урожай был предельный. За 30 ведер. Скорее всего, было 40. Ну, поди докажи. Когда телевидение уехало. После того, когда были собраны первые 10 ведер. После этого телевидение зафиксировало. Уехало. Вот. А уже на второй день здесь лежало. Причем половину собрали лежачих. На второй день здесь лежало в два раза больше. А на деревьях оставалось еще столько же. Вот такие рекорды. Ну, бывают рекорды нечаянные. У него до этого был рекорд 23 ведра. Я считал, что где-то до 30 дойдет. Но что окажется 40-50. Даже я такого не ждал. Но это аномальный год. Чего нам этот аномальный год обещает? Я не знаю. Возможно, в 2-3 года не будет урожая. Посмотрите. Енисей пуст. Воды в нем нет. Как не было дождей, начиная с апреля, так до сих пор их и нету. Зимой было мало снега. Ну, где-то чуть выше щиколотки. Так. Ну, может 20 сантиметров. Водохранилище пустое. А водохранилище для нашего края, ценного, ценнейшего для всей России, с уникальным микроклиматом, вот можно было ожидать, что если здесь насущить рукава и науке, и нам, и уже практикам. Вот этот край мог обеспечивать саженцами, абрикосами, плодами. Еще Сибирь можно было чуть ли не экспортировать, пока везут к нам отравленные невкусные абрикосы. А у нас-то супер абрикосы. Наши абрикосы крупнее среднеазиатских. Не все. Наши, это мои и моих учеников. И вот получается, что море пусто. И можно ожидать, что вот эти прибавка 2-3 градуса тепла, который давал незамерзающий Енисей. Тю-тю. Вот. А граница где-то тут рядом. У нас были 40-го мороза. Ну, недолго. Допустим, в неделю. Потом 30, потом 20. Вот. Вот. Вы знаете, средне-зимняя температура, декабрь, наверное, февраль, она не такая даже в Сибири. А у нас все равно на 8 градусов теплее, чем в Подмосковье. В среднем. Ну, все равно звучит не очень. 20, 21, 22 средняя. А выскакивает 40. Значит, потом будет и минус 5, и минус 10. Герасбург. 3-4. 5-4. 7-8. 5-4. 9-6. 1-2. До новых встреч. 5-6. Литя. 4-7. 10-8. 9-10. Продолжение следует...